Друзья, добро пожаловать на канал «Одобренное», на котором мы размышляем о Боге, Его слове и о том, как жить полноценной жизнью, имея перед глазами вечную перспективу. Насколько важно, с какой ноги вы встаете? Суеверный человек скажет, что если день не задался, то он точно встал не стой. Чем это не суеверие, когда верующие люди спорят о том, в какую сторону правильно креститься или, как это принято называть, осенять себя крестным знамением? Многим известно, что в православной и католической религиозных традициях при определенных обстоятельствах принято перемещать руку вверх-вниз-вправо-влево, рисуя перед собой, так сказать, образно говоря, крест. И не приведи Господь кому-нибудь в православной традиции сделать это так, как делают католики, то есть в другую сторону и пятью пальцами или целой ладонью. Есть люди, которые верят в Бога где-то глубоко внутри, посещают, может быть, по праздникам храмы и считают, что перекрещение является обязательной частью посещения храма. Делают, как все. Но есть также и глубоко верующие люди, которые следуют этому обычаю сознательно и стараются делать это правильно, чтобы не согрешить, как те, кто делает это неправильно. Но дело в том, что в Библии нет ни слова о том, что люди должны осенять себя крестным знамением. Кто-то может возразить, сказав, что, мол, не все же должно быть написано в Библии, что если то или иное предание установлено официальной церковью, то лучше его исполнять. При этом защитники этой традиции, кроме прочего, ссылаются на труды раннехристианского писателя, теолога и апологета Тертулиана, жившего в III веке и еще тогда писавшего о том, что есть, мол, такая традиция – осенять свое чело крестным знамением. Сразу скажу, что я убежден, что читать и изучать труды Тертулиана и прочих святых полезно. Это зачастую помогает понять, как первые христиане трактовали те или иные места из Писания, какое представление они имели о невидимом духовном мире и так далее. Но это не значит, что они во всем правы. И в данном конкретном произведении, где об этом написано, Тертулиан пытается защитить следование преданиям церкви, одним из которых было осенение себя крестным знамением. Тертулиан утверждает, что если даже в Писании об этом не написано, но обычай кем-то принят и большинство ему следует, то лучше его исполнять, веря в то, что это правильно. Но если бы это было так, то все предания были бы одинаковыми во всем мире. А поскольку даже в отношении предания крестного знамения у разных конфессий существуют разногласия о том, в какую сторону правильно креститься, сколькими пальцами это делать, а также о том, какой символизм заложен во всем этом, это говорит лишь о том, что предания эти не от Бога, а от человека. И для Бога все равно, так или иначе вы это делаете или не делаете вообще. Но учитывая абсурдность некоторых преданий, нужно задаться вопросом о том, стоит ли им следовать в принципе. Ведь предания, они не приближают нас к Богу и не показывают нашей лояльности к Богу, равно как и не отдаляют нас от Бога. А если вы ходите в храм только по праздникам и не изучаете Библию, то куда еще дальше можно отдалиться? Если вы делаете это, не имея близких отношений с Богом, а будучи ведомыми только желанием делать так, как все, то демонстрируя на публику эту внешнюю атрибутику, вы только оскорбляете Бога. Я искренне верю, что христиане первых веков, которые придумали этот обычай, хотели только хорошего. Они, скорее всего, хотели таким образом мысленно перенестись на Голгофу, ключевому событию доброй вести – Евангелия, распятию Иисуса Христа. Да и сами сторонники данной традиции призывают своих прихожан не делать это чисто технически, а придавать каждому движению особый смысл, размышляя о том, что делаешь. Поднося, например, пальцы к колбу, думать о том, что Бог просвещает наш ум, просвещает наши мысли, поднося руку к животу, думать о том, что Бог укращает нашу плоть, наши плотские желания, поднося к правому плечу о том, что есть спасение или переход в рай, и, наконец, поднося к левому плечу, думать о том, что существует переход в ад и есть погибель, и о том, что Бог помогает нам ее избегнуть. Но, во-первых, зачем размышлять о Евангелии только в моменты, когда нужно перекреститься? Или наоборот, зачем, размышляя обо всем этом, креститься? Размышлять о том, что Бог просвещает наш ум, укращает нашу плоть, спасает одних и наказывает других, можно и нужно в любой момент нашей жизни, и, желательно, читая то или другое место из Писания, которое об этом говорит. Не знаю, как вы, а я одновременно и размышлять, и размахивать руками не могу, меня это отвлекает. Как ни старайся, а размышлять о том, что доводишь в итоге до автоматизма, не получится. Или забудешь подумать, или подумаешь лишь вскользь, поверхностно. Во-вторых, этот обычай не имеет ничего общего с настоящей верой в Иисуса Христа. Вера должна быть живая. Вера, которая нуждается во внешних атрибутах, типа этого, это мертвая вера, не приносящая ни делающему, ни наблюдающему за этим никакой пользы. Ведь наблюдающие могут не знать обо всем том символизме, который заложен в этой процедуре. А поэтому ни внешние ничего не поймут, ни ты не получишь награды на небесах, потому что выставляешь свою набожность на показ, даже если делаешь это искренне. Но несмотря на то, что людей призывают делать это осознанно, зачастую искренне верующие люди следуют этому обычаю не потому, что они вспоминают или напоминают другим о крестной смерти Иисуса Христа, а потому что так принято, кто-то так установил и все повторяют. Иначе бы не было споров о том, в какую сторону и сколькими пальцами правильно делать крестное знамение и о том, какой символизм скрывается за каждым из этих движений и положением пальца в руки. Ведь и пальцы нужно якобы складывать определенным образом. И не просто так, а потому что это должно тоже что-то символизировать. Православная традиция, например, призывает прижимать два пальца к ладони, тем самым подчеркивая, что Христос имеет две природы – божественную и человеческую. Затем три пальца соединяются в одну точку, символизируя то, что Бог один. При этом православные критикуют западные традиции, согласно которым крестятся пятью пальцами, которые, в отличие от православной традиции, символизируют пять чувств человека или пять ран Христа. Какой кошмар, какое дичайшее различие в подходах. Однако ни те, ни другие не имеют права критиковать друг друга за то, что придумано человеком, ни тем более тех христиан, которые не делают этого вообще. И та и другая традиция – это изобретение плоти. И на это указывают всяческие правила, определяющие то, как, когда, где и насколько часто креститься и кланяться, а также различия в этих преданиях. Притом, сами правила чаще всего абсурдны и кажутся откровенной насмешкой над Богом и телом Христовым – Церковью Иисуса Христа. Одним из таких правил, к примеру, есть то, что человека призывают креститься, когда он видит Церковь, проходя мимо нее на улице или проезжая мимо нее в общественном транспорте. Однако это абсурдно, потому что мимо настоящей Церкви Христовой нельзя пройти или проехать. Она внутри каждого верующего и невидима для всех окружающих. Каждого из членов этой Церкви знает только Иисус Христос, пребывая в каждом из них Святым Духом. А сам Бог, как известно, не обитает в рукотворных храмах. Сегодня храмом Бога является сам верующий. Да и с крещением это предание не имеет ничего общего, ведь крещение – это то, что происходит на духовном уровне, когда человек принимает Иисуса Христа своим Спасителем, осознавая свою греховность и каясь в своих грехах. И это крещение происходит лишь раз в жизни в сознательном возрасте. Кроме того, защитники крестного знамения говорят, что оно якобы помогает человеку очиститься и вернуться в Царство Божье. Но человека ведь очищает не внешнее действие, не рукотворное знамение. Так же, как и евреев делало Божьим народом не внешнее обрезание, которое, хотя, замечу, нужно было делать согласно Писанию. Человек очищает вера и внутреннее обрезание сердца. Да, то, что у человека внутри, конечно же, должно быть заметно снаружи. Но то, что снаружи – это никак не внешняя атрибутика или соблюдение преданий. Это плоды веры, света Иисуса Христа, реки живой воды, струящейся из чрева верующих. Доброта, забота, любовь, терпение и так далее. И христианину не нужно налагать на себя крестное знамение, чтобы вернуться, в конце концов, или попасть в Божье Царство. Если человек принимает Иисуса своим спасителем, человек на духовном уровне сразу же перемещается в Божье Царство. Это Царство существует уже сегодня, и независимо от того, есть в нем отдельный человек или нет. И если человек пребывает в Иисусе Христе, получив Святого Духа, то ему не нужно постоянно возвращаться в Божье Царство. Он уже в нем. Справедливости ради нужно отметить, что не только в православии и католицизме, но и в протестантизме и других динаминациях встречаются нелепые внешние традиции, обычаи и правила, которые не имеют ничего общего с верой в Бога и следованием за Иисусом Христом. Именно поэтому для человека полезно верить вне привязки к динаминациям, но тем не менее пребывая в общении с другими верующими, например, собираясь с верующими домашними группами, изучая вместе Писание, прославляя Бога и заботясь о нуждах друг друга. Как это делали первые христианские общины в первых веках. И размер таких общин или домашних групп не имеет значения. Но если это не представляется возможным, постарайтесь хотя бы уйти от этой внешней атрибутики, которая лишь отнимает время и не приносит никакой пользы верующему, а является лишь поводом для показной набожности, упреков, бездумного механического повторения и замещения живой веры мертвыми правилами. Постарайтесь с осторожностью относиться к тому, чему вам предлагают следовать священнослужители и другие члены церкви, фильтруя это все и даже то, что говорю вам я, через призму Писания. Как писал апостол Иоанн, «Не всякому духу верьте, испытывайте духов, от Бога ли они». Это сравни правильному питанию. Можно есть и пить все без разбора, что предлагается сегодня потребителю в супермаркете, а можно стараться покупать только свежие, негенно-модифицированные продукты. И готовить их как можно проще, не смешивая то, что не переваривается и гниет у вас в желудке. Так же и в церкви. Если вы находитесь в собрании верующих, где вас заставляют или предлагают следовать преданиям, которые не находят своего подтверждения в Библии или противоречат простоте веры в Бога, о которой говорит Библия, отбросьте их, освободитесь от этой ненужной шелухи и сосредоточьтесь на чистом слове Бога, без синтетических добавок. Вы не согрешите, если не будете осенять себя или если будете осенять себя крестным знамением. Но важно то, что предание не имеет никакой духовной силы. Это неправда, что с помощью перекрещивания святые совершали или могут совершать чудеса или освещать воду. Перекрещивание какого-либо предмета не делает его безопасным для того, кто совершает это действие или для того, для кого это действие совершается. С помощью этого движения никто не в состоянии противостоять демонам и злым духам, одолевающим человека. Это может лишь твердая вера в Иисуса Христа, которая является нашим щитом, которая угошает стрелы лукавого и которая подкрепляется изучением Библии, являющейся нашим духовным мечом, а также постом и молитвой. На этом все. В описании к этому видео вы, как обычно, найдете ссылки на ключевые места из Писания, над которыми мы сегодня размышляли. Если вам было интересно и вы хотите узнать больше, подписывайтесь на мои каналы на платформах YouTube и Instagram, чтобы поддержать распространение Божьего Слова. А я желаю вам всяческих Божьих благословений. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова